Вот можно с инфляции начать, Владимир Борисович. Ведь знаете, существует народное мнение, я думаю, вы тоже, наверное, слышали, что у нас очень серьезная инфляция, там до 20, нет, ну до 12 процентов. Вот вы не слышали такое расхожее народное суждение? Судя по потребительским товарам, которые там на 20-30 процентов выше, вот люди думают, что такая, какая она реальная инфляция, скажите, профессор экономики. Я могу сказать, что это не расхожее мнение, это на самом деле, как бы, один из медицинских фактов. То есть вопрос состоит в том, что инфляция, это довольно сложно определяемый показатель. То есть вот я сейчас буквально несколько слов скажу, как это делается. То есть берется некая корзина товаров, ну примерно 200-300 товаров. И вот, собственно, отслеживается изменение цен в этой корзине товаров. Теперь представьте себе, эта корзина товаров включает покупку автомобиля, покупку квартиры, я не знаю, там, заграничную поездку. Но вот конкретная семья, например, она в какой-то год и в какой-то период не покупает машину, не покупает квартиру, не едет за границу. И поэтому семейная корзина, она другая. Семейная корзина, она другая. И люди на самом деле оценивают свою инфляцию психологически и интуитивно относительно той корзины товаров, которой они пользуются. И это может отличаться, естественно, от страновой корзины. То есть на самом деле инфляция, о которой мы говорим как официальная, это то же самое, что средняя температура по больнице. Поэтому второе правило, которое здесь есть, чем беднее домохозяйство, тем на самом деле оно несет большее бремя инфляции. Хорошо. Давайте все-таки назовем страновую инфляцию. Ну, страновая инфляция 5,5-6% сейчас пока по году. Я думаю, что, может быть, к концу года примерно на эти цифры мы и выйдем. Но вопрос состоит в том, что речь идет об обесценении товаров относительно денег. Поэтому я хочу сразу сказать, почему Центробанк ведет такую политику повышения процентной ставки. То есть он делает деньги дороже. Делает деньги дороже. Вот если мы повышаем процентную ставку, то вы, грубо говоря, покупаете деньги не под 5% годовых в банке, а под 5,5%. И поэтому, значит, количество обращений людей в банк за деньгами становится меньше. Значит, меньшее количество денег давит на товарный рынок. И это является фактором стабилизирующим цены и даже снижающим. Вот такой механизм на самом деле экономически здесь действует. Хотел бы обратить внимание, как граждане делают покупки. Естественно, я просто и по себе хочу сказать, мы ориентируемся на ценник, который мы видим в магазине. Но очень часто мы покупки делали по скидочной программе. Но мы это психологически не улавливаем. Поэтому в данном случае я хочу сказать, что здесь нет обмана. Здесь нет обмана. То есть инфляция, которая определяется в целом по стране, она включает в себя ту корзину товаров, которую, наверное, ни одно домохозяйство в течение года не потребляет. Хорошо. Меняю тему. Насколько я знаю, кредит у нас сегодня человек, современный человек, российский человек, старается не брать. То есть есть там, опять же, расхожее рассуждение, что много людей кредиты не отдают. Тем не менее, оборот денег не так уж велик в этом направлении. То есть банки стараются уже даже отдать кредиты где-то, я не знаю, на уровне инфляции. Вот я так понимаю. Ну, либо так, либо чуть выше. Но я просто хочу сказать, что политика повышения процентной ставки – это на самом деле попытка обуздать инфляцию. То есть вообще, когда мы говорим о таком важнейшем макроэкономическом сюжете, это выбор для властей. Выбор. То есть что власти боятся больше? Либо инфляции, относительно товаров, относительно денежной массы, или безработицы. То есть в зависимости от этого делается выбор. Я хочу сказать, что повышение ставки процента является мерой, которая сдерживает рост волового внутреннего продукта. Потому что не только больше людей не ходят в банк за деньгами, но и больше компаний не берут кредиты в банках. А это что означает? Если компании не берут кредит в банках, значит нет новых инвестиционных проектов, нет расширения производства и нет роста ВВП. Поэтому борьба с инфляцией в виде роста процентной ставки, это как бы вроде врачевания инфляции. Но с другой стороны, как всякое лекарство, мы что-то врачуем, а что-то, как говорится, несколько наоборот. И негативной стороной вот этой борьбы с инфляцией в виде роста ставки является, конечно, сдерживание волового внутреннего продукта. Поэтому, когда вы говорите о том, что люди реже ходят в банк, ну они действительно реже ходят в банк, потому что деньги стали дороже. Но беда состоит в том, что когда все реже станут ходить в банк, динамика экономики будет снижаться и в конце концов придет чуть ли не к нулевой величине. Вот вы знаете, я просто готов вас сейчас, может быть, удивить, я вот просто, ну как бы готовился, и у меня есть некоторые цифры, которые могут быть интересны. Вот здесь написано, например, долг домохозяйств в процентах колового внутреннего продукта. Здесь ведущие страны мира. Ведущие страны мира. Это страны G7 и страны BRICS. Ну, то есть вот эти 12 стран. Значит, доля, долг домашних хозяйств, ВВП. Россия 20%, Канада 111% ВВП, Великобритания 87%, США 76%, Швейцария 129%. Ну, это говорит хорошо об их экономиках, когда вот такие высокие цифры, когда все живут в кредит. Получается так. Так, естественно, нет. Это естественно. Потому что, да, но вы не забывайте, что в каткосочном периоде это все выглядит замечательно. Но ведь вы в конце концов берете у своих детей и внуков. И когда-то, когда-то в конце концов вы должны будете сказать, что надо бы возвращать. Если граждане той страны, там вот Швейцария и Канады, знают, что они наверняка заработают эти средства и отдадут, почему нет? А у нас не верят в то, что... Ну, вы посмотрите, пожалуйста, о чем идет речь. То есть здесь величина долга сравнима с величиной ВВП. То есть сравнима с тем, что производит страна за год. Но ведь в конце концов вы же должны обслуживать долг. Здесь пока действует ситуация, когда ставки процентные достаточно низки. Но я хочу сказать, что в начале 90-х годов ставки в США были примерно 7,2-7,5%. В начале 21 века они были 5-5,5%. Поэтому, простите, периоды низких ставок, которые сейчас чередуются с периодами высоких ставок. И одно дело, когда вы имеете, ну, скажем, долг равный ВВП и расплачиваете с ним, все имеются в виду домохозяйства, все корпорации, по ставкам, скажем, 2-3%, это вы платите 2-3% ВВП в качестве выплаты долгов. А если процентная ставка поднимается до 6, это уже 6, это уже совсем другая цифра. Поэтому я еще раз повторяю, в краткой среднесрочном периоде это все выглядит замечательно. Но рано или поздно может произойти такой период, когда, грубо говоря, долги нужно возвращать. Слушайте, так вы подводите к чему? Что они ответят за свои кредиты, да? Ну, я думаю, что ответят, безусловно, как иначе-то. Редактор субтитров А.Семкин